Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала! Продолжается наш разговор о китайских ручках, довольно дешевых и иногда может быть и не очень. Сегодня мы рассмотрим ручку известной фирмы MB, утверждение нашего продавца-китайца, которая называется GFK, то есть John F. Kennedy. Ручка 2016 года, китайцы ее очень сильно рекомендовал, поскольку магазин, который раньше продавал эти ручки, он переехал на другой сайт, на утепление. Мы связались с продавцом и вот он порекомендовал вот эту ручку. Общая информация. Посылка шла 13 дней, стоимость этой ручки 1030 рублей на то время, когда я ее покупал. Что она из себя представляет? Ручка очень увесистая, вес ее 53 грамма. Черная, пластиковая, с металлическими накладками, именно металлическими, потому что вес у нее очень такой прям в руке держишь, руки прогибаются. Колпачок этой ручки на резьбе, то есть мы можем не опасаться за то, что у нас высохнут чернила. Сам колпачок с характерным логотипом. Я не говорю, что это ручка именно той фирмы, которой мы думаем, но это, скорее всего, скажем так, копия. На клипсе написано GFK. Посвящена эта ручка, я так понимаю, как уже говорил John F. Kennedy. На нижней части колпачка написано Mon Blanc. Но, обращаю ваше внимание, в глубине клипса крепится на обычный болт. Я уж не знаю, как выглядит настоящая ручка GFK, но вряд ли вот так будет торчать болт. Ручка тоже выполнена в пластике, вместе с металлическими такими накладочками. Перо, в общем-то, стандартное для ручек этой серии, китайских, я имею ввиду. На пере написано 4810 Annual Edition, то есть ежегодное издание, так называемое. Ну и, соответственно, опять Mon Blanc и китайцы говорят, что это элитистое золото 18K750. Соответственно, 18 карат и проба 750. Ну, ладно, это все на совести у китайцев. На, собственно, коллекторе стоит цифра 4 и коллектор обычный, стандартный, ну, для этой серии ручек. Ну, для интереса залез я на сайт Mon Blanc. Действительно, такая ручка присутствует. И стоит она, держитесь за стулья, и стоит она, реальная ее цена, 58900 рублей. И, кстати, цвет такой должен быть стильный морской, но здесь он, к сожалению, черный. Видите, он, наверное, отличается специально от оригинала эта ручка. Верхняя часть, собственно, корпуса ручки откручивается, и здесь мы видим обычный, и мы видим резервуар для чернил обычный, стандартный. Ну, можем даже его вытащить для того, чтобы наверняка можно пользоваться и обычными картриджами. Вот, ну, совершенно стандартный, никаких надписей на ней нет. Но, мне кажется, вот здесь вот кроется недостаток этой ручки, то, что не видно заправленный чернил, не заправленный. Ну, вот такая вот конструкция. Не знаю, как в настоящей ручке это сделано, но здесь сделано вот таким образом. Вот такая ручка. Длина ручки 146 миллиметров, диаметр колпачка ручки 13,8 миллиметров, диаметр самого корпуса ручки 12 миллиметров. Ну что, пришло время заправить и посмотреть, как пишет эта ручка. Так, зачем закрутил? Так, просто проделался. Так, ладно. И так, и так, как нам лучше, наверное, вот так вот мы... Да, ребята, долго пришлось мне ее расписывать, но что-то с ней посмотрим сейчас, что будет. Так, я сейчас закручиваю. Так, что, давайте заправим, чтобы я не вырослась. Так, что я сделаю. Вот так, что я делаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то как-то с этой ручкой... Не очень... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...